И всем привет, ребят, с Вестер Байк, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. Сегодня настал тот самый день, когда мы вместе с вами обсудим наши новые уже обновленные контейнеры, либо ключи. Как хотите, так их и называйте. Возможно, вы видели, возможно, не видели. Три или четыре дня назад, в момент как раз-таки первого дня официального на основных северах появления ключей, я записывал видос, в котором я открыл тысячу контейнеров на спецаке, чтобы выбить новые устройства для теста. Ну и заодно проверил шансы выпадения этого дропа. Ну и по итогу я был, если честно, расстроен. После чего я зашел на видеоролик и увидел довольно большое количество интересных комментариев, связанных с как раз-таки этим обновлением. Что думают игроки, что думают мои подписчики. Все по ключам исключительно, да, так как видеоролик был именно им и посвящен. И сегодня я бы хотел бы это все дело почитать, разобрать, так как я у вас спрашивал ваше мнение по поводу всего того, что вы думаете по поводу ключей. И вы, можно так сказать, оставили фидбэк, которым мы сегодня поделимся, возможно, с разработчиками, которые смотрят видосы, да, которые, возможно, поменяют как-то эту механику с ключами, так как в моем понимании это лютейшая скамовая темка, когда тебе с контейнеров из тысячи падает там 6 красных, условно, и из этих 6 еще 3 падает красных свечения с 500 тысяч кристаллами. Ну и, возможно, что-то у нас в этом плане поменяется, хотя, если честно, я в это слабо верю. Если вы ждали такого рода видеоролика, вообще вам видосы нравятся, где я читаю ваши комментарии, выслушиваю вашу точку зрения по тому или иному обновлению, то обязательно поддержите данный видос лайком, подписывайтесь на этот канал, ну и, конечно же, пишите и под этим видосом, что вы думаете по поводу ключей. Быть может, мы еще раз эту тему разберем в ближайшем будущем. Ну и также, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше по моему личному тегу. Для этого настройка игры в аккаунтике установите моему личный тег, тактимпе, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. И уже сегодня у нас будут, например, итоги розыгрыша на 3 миллиона кристаллов и на 20 тысяч танкоинов, после чего будет уже стартовать следующий розыгрыш по тегу. Если вкратце, то у нас под видеороликом, который вышел 3 дня назад, в пятницу, за, получается, практически 2 тысячи просмотров набралось 56 комментариев. Ну и прочитаем все их, надеюсь, что вы будете видеть и, быть может, даже себя увидите. Ну и, может быть, я даже отвечу на вопросы, которые будут здесь под этими комментариями. Самый залайканный коммент. Вот что за люди владельцы ТО, что за выполнение рождественского квеста, дают 3 ключа для теперь эпического контейнера. Но это же вообще дурка какая-то. Раньше было заметно больше и можно было что-то выбить. А сейчас надо качать удачливость, а не модули. Да, если сравнить то, что было у нас раньше. А раньше у нас получается 15 ультра-контейнеров из супер-миссий. Сейчас же дают просто 3 эпических ключа. Все те же самые 3 ультра-контейнера. По сути, в последние издыхания, можно сказать, обычных ультра-контов у нас и были тоже добавлены по 3 ультра уже, чтобы типа игроки начинали привыкать, что не будет особо никакого плюса и будет просто скан. Да, поэтому сейчас вот эти мы 3 ключа видим. Разработчики это объясняют тем, что, мол, можно эти ключи теперь копить и тратить на определенные именно призы, да, в тот тайминг, когда вам они нравятся. Но в моем понимании, у тебя было 15, стало 3, в 5 раз ты просто заскамил игроков. Да, то есть ты в 5 раз урезал призы, по сути. Шанс как будто стал в 2 раза хуже, еще если Амакри сделали 500к. Скамят игроков как могут. Ну, здесь как бы говорить не о чем. Судя по их вероятности, должно было выпасть из 1000 ультра 20 желтого свечения и 5 красного. Мне кажется, выпало намного меньше. Желтого у меня вообще не падало, ну а красных чуть-чуть больше упало. Что-то страшно стало, как ты радовался последнему красному. Ну да, я радовался, потому что у меня выпал страйкер, которого я, по сути, выбивал с этой 1000. И думал, что он мне вообще не упадет. Ну да, теперь еще и за неделю 4 ультраканта вместо 15. Шанс выбить что-то равен нулю. Ну, если быть точным, то там 3 вместо 15 и дают по одному ультрику за супермиссионы в особых. А раньше там давали их по 3 штуки. То есть, еще тоже в 3 раза меньше. По ощущениям, как будто бы обычные конты больше смысла открывать со 100 танкоинов. Хотя и тут шансы небольшие, но желтые в обычных контакт все-таки почаще, чем красные в ультра. Так что тут вопрос. Насчет обычных контейнеров я планирую сейчас накопить их какую-то соточку. Ну, я думаю, что там буквально несколько дней и мы это сумеем сделать. И дальше я просто сделаю открытие, чтобы посмотреть. То есть, у меня нету ничего абсолютно. У меня нету никаких предметов. То есть, у меня есть только то, что может быть фармовое. То есть, с золотого может быть 100 танкоинов. С фиолетового может быть ключ от ультраконтейнера. Ну и мы заодно проверим, насколько это будет работать. И будет ли вообще шанс выпадения вот этих вот предметов с сотки. С сотку, я думаю, что накопить на сегодняшний момент времени за данных будет довольно-таки быстро. Поэтому где-то там, условно, через 3-4 дня уже этот видос мы сможем реализовать. Дальше. Ждал ключи. Ваня так ждал ключи. И что в них? Ничего не изменилось. Только смотришь, как ключи открывают ящики. Вау, так долго ждал этого достижения, Ваня. Я ждал? Вроде как я не ждал и говорил, что это скам. Ну не знаю, может быть у кого-то другое мнение. В чем смысл этих ключей? Как падало в старых контакт белое, так и падает. Спасибо за видео. Это жесть. Никогда в жизни теперь эти скама ключи за дон покупать не буду. Я купил боевой после видео и дали 24 ультра и 2 красных. Спасибо тебе. Ничего себе, с 24 ультра кому-то, видите, даже еще и повезло. 2 красных свечения выбил. Открыл 20 контейнеров. 14 кристаллы по 1 тысячи и наро все. Жестко. Да, конечно, круто, что можно купить, а, копить ультра, ждать желательный дроп. Даже уменьшенное количество добываемых ультра с выходных кое-как стерпели. Хотя срезали пипец сильно, но если так будет падать, то чтобы выбить одно красное, надо фармить. 250 ультра и то не факт, что выбишь красное. А что уж говорить о желаемом дропе. Желанном дропе. Да. 92 тысячи 582 рубля за 6 красных. И то 500к вместо ляма. Какой же скам. Пишет Wanna Dance. Песня Мясникова. Я смотрю чужой салют. Опа-па-па-па. У меня ощущение, что я потратил 150 тысяч. Люди, рабочий класс. Вам нечего ловить в натуре. Шанс был 1%, но вчера понизили шанс. А, то есть с ключами еще и шанс понизился. Да, то есть он был еще и больше ультра контейнеров. Тогда у меня вообще непонятно, какая логика и где эта логика. Раньше донатил и оно того стоило. А сейчас все мимо, так что хрен им лысого, а не доната. Меня что ли? Так, что тут еще были бы все времена такими, как ты. А, были бы все игроки такими, как ты. Тогда бы игра становилась бы лучше. А так по-любому кто-то донатит. Да и будет те же ютуберы, да и простые фанаты скама Ореха. Когда открывал конты, у тебя походу лоб вспотел. Да, это факт. Я когда видел этот дроп, я думал, что это просто габелла полная. Да, видеть такой дропчик. Это жесть. Все-таки его нашел Орех из Крылупу. Не понял вообще прикола. Ну это какой-то наверное супер юмор. Теперь в игре вообще без доната нефиг делать новым игрокам. Ладно, хоть у меня почти все необходимое прокачано. Ну если честно, без доната можно все прокачать. Ничего нет такого сверхсложного, сверхъестественного. В моем понимании все так же само реализуется. Вот у меня есть без доната 2.0 и прокачка на нем пока что ведется неплохо. Да, может быть было легче. Не, ну не то что не может быть. Год назад было легче прокачивать аккаунт. Сейчас есть какие-то плюсы, есть свои минуса. Но если идет речь про ключи, то очевидно, что это скан. Друг выбил 3 красных с 305 ультра. 3 устройства на корпуса и 500к. Эти Кри проще просто купить реально теперь. Кри проще купить? Не понял. Ну ладно. Уже не ляма, а пол ляма. Да, это факт. 5 желтых свечений с 1000 ультра. Сильно огорчает. Получается в полтора раза реже, чем красная появилась. Это такой бред. Точно прививка от мысли покупать ультра контейнеры. Теперь даже мысли, что и боевой пропуск покупать нафиг бы. Так же все ультра контейнеры переделали. Какой смысл год платить, чтобы получить 2 анимированных красочки и одно устройство? Пишет Игорь Попов. SMFH пишет. 2 фиолетки подряд. Жесть. Мои 4 оранжевых подряд. Добрый вечер. Значит, что-то SMFH еще и падало. Мне кажется, что разрабы зарабатывают деньги с тех игроков, у которых много денег. С тех самых игроков, которые донатят любую сумму. Лишь бы выбить все новое. Именно с этого 1% игроков они получают много денег. Не знаю, каким тупым нужно быть, чтобы задонатить и купить пару десятков контейнеров, из которого тебе ничего нормального не дропнется. Как же я рад, что открыл свои накопленные контейнеры. Тысячи обычных 250 ультра могли превратиться просто в пыль. Ваня, тебе спасибо, что говорил нам открывать и не конвертировать ни в коем случае. Ну вот, ребятки. Есть и такие положительные комментарии, которые прислушивались к моему мнению. Это пишет Исмайлик. В целом, я так и говорил, что лучше, конечно же, открывать свои конты и ни в коем случае не оставлять и не скамиться в 10 раз. То есть, по сути, вы могли заскамиться в 10 раз, а дропа выбить даже еще меньше, чем можно было выбить до этого. Это просто жесть. Просто жесть. То есть, кто перевел свои ключи и конвертировал их, да? То есть, кто перевел свои контейнеры в конвертацию. То есть, вы понимаете, что вы просто в 10 раз меньше получили. Просто в 10 раз меньше получили. Потому что я открыл даже тысячу этих ульт. Это даже не в 10 получается, а где-то в раз 15 меньше получили. Потому что, по сути, с этих ультраконтейнеров, ну, вернее, не ультраконтейнеров, а ультраключей, да, новых, мне упало хуже, чем с обычных контейнеров. А если учитывать тот факт, что их еще и в 10 раз меньше уменьшили. Да, то есть, ну, это вообще жесть. Меня уже так задолбали, тянули обновления, вокруг которых разводят шумиху. А по факту обновления, как всегда, не очень. Из-за этого хочется просто продать ак и уйти из игры. Да, вот такие вот тоже комментарии есть. Кто его купит, тебе кобу лень прокачивать свой аккаунт. Старые контейнеры лучше, чем новые. Кто согласен, лайк. Ага, лучшие реакции мистера Ваньки. Ну, да, там немножечко было контентика. В общем, я понял, что надо завязывать с этой игрой. Вот так вот, ребятчики. Вот такие обновления даже приводят к тому, что игроки просто задумываются о том, зачем они, в принципе, играют. Да, зачем они, в принципе, играют. Апогейс Камо. Так, это, наверное, тайминг, когда мне упало с красного свечения 500 тысяч. Получи шанс выиграть ультраконтейнер, чтобы получить шанс выиграть еще какой-то контейнер. Ну, такой интересный комментарий от Андрея. Норма, считай, за 100 баксов выбил минер на мамонт, а дойти до страйкера где-то 400 баксов. Я хз, почему танки рассчитаны либо на мегафарт, или на ультрадонат? Ну, наверное, потому что со временем онлайн у нас в игре, очевидно, падает. Да, и это видят все. Но прибыль от этого у проекта не должна становиться меньше, правильно? Поэтому происходят вот такие донатные обновления. Короче, худшая обнова не то, что года, а нескольких лет. Все урезали почти месяц копить эти 15 ключей без доната. Открывал сегодня за заданки на нескольких аккаунтах, и полное говно упало. А не зеленые свечения, ляма крива вообще теперь нет, а сраной 500к фулл кал эти ключи. Вот так вот, скоро в красном свечении будет 100к. На что рассчитывает боговная игра? Что сюда будут заносить реальные деньги за такую хэ? Ну-ну. Шансы поменялись, раньше на красное был 1%, теперь 0.5. Читаю вики, прежде чем что-то говорить. А, понял. Это я, значит, то есть еще неправильно шансы знаю. Все, понял, услышал. Что-то я даже не удивлен, думаю, давно уже пора прекращать, поддерживать донатную, прекращать вообще играть в это казино. Очередной негативный комментарий. Сюда скамчик от Вадоса. Какие вообще шансы? Они где-то прописаны. Они пишут, что снова повышены, но без уточнения видеооблевок. Последние были прописаны шансы. Как открыть на телефоне? Ну, в принципе, открыть на телефоне ничего там сложного нету. Через ТОМобайл. Тебе разрабы спецом дали, чтоб не напрягал. Дали? Что дали? Устройство? То есть он считает, что с 1000 ультраконтейнеров это мне еще нормально дали? Угу. По ощущениям мне догнали, еще раз дали. Не то, чтобы по грусти. Грустно, но в целом скамчик неприятный. Не лям, пол ляма, пол ляма, пол ляма. И что то, стоп, плейнг зис фокин гейм. Ну, такой вот прям жесткий комментарий от Бейсова. Хотя Бейсл продолжает следить, играть в нашу игру. В целом, вот такие вот комментарии вы оставили под моим видеороликом, связанным с ключами. На видосе у нас набралось уже 233 лайка. Как я уже сказал, практически 2000 просмотров. В целом, комментариев, наверное, могло быть больше. Кто-то просто сдержался и не написал ничего. Ну и я, честно говоря, надеюсь на то, что шансы у нас как-то в этом плане поменяются. Потому что пока что это выглядит очень и очень жестко. И если я с 1000 ультраконтейнеров выбиваю настолько маленькое количество крутых свечений, в моем понимании это очень и очень грустно. Поэтому я надеюсь, что разработчики в уже следующем новом году эту шансовую темку поменяют в лучшую сторону. И мы сможем увидеть реально вкусные темки под фармик, а не под такой скам, который есть. Также рассмотрим в ближайшем будущем обычные контейнеры. Ну а вы напишите в комментариях под этим видеороликом, понравилась ли вам тема такого видоса. Ну и возможно вы скажете также свое мнение по поводу ключей. Что вы думаете, какими вы их сейчас считаете, как вы это все дело видите. Ну а мы будем продолжать этот формат, если он вам будет нравиться. Поэтому обязательно поддерживайте данный видос лайком. Если подобного рода формата вы хотели бы видеть видосы и дальше. Подписывайтесь на этот канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.